Движение по улице Демьяна Бедного затруднено сегодня больше обычного. Раньше мешали дыры на дороге, сейчас приступили к их ликвидации. Поэтому водителям внезапной пробки даже рады ездить по разбитому полотну, размещение которое порядком надоело. В машине год нет, уже брякается. Часто здесь ездят? Здесь в последнее время частенько. Пока автомобилисты стоят в пробке, мотоциклист Александр вырывается вперед. Работа дорожников у молодого человека доверия не вызывает. Все равно разобью дорогу. Тем более фуры здесь ездят постоянно. Однако такое мнение необоснованно считают специалисты. Все работы под жестким контролем. Кроме того, что мы сами контролируем качество работ, сегодня у нас еще организовано на уровне департамента городского хозяйства, ежемесячной сдача вот именно этих участков, которые мы ремонтируем, которые мы в рамках аварийного стендеремонта. В подтверждение Александр Зауэр приводит результаты проверок апрельских дорожных работ. У нас осталось проверить центральный округ, не весь еще, потому что он самый объемный, самый, так скажем, самый сложный округ у нас в городе. Вот. Но и выводы пока положительные. Слава богу, положительные. Сейчас дорожники заняты аварийно-восстановительным ремонтом. Средства 73 миллиона, которые были на него заложены в бюджете города, должны реализовать до 15 октября. Вслед за улицей Демьяна Бедного обновят улицу Невского, машиностроительную Гашика, Богдана Хмельницкого. Параллельно рабочие приступят и к капитальному ремонту асфальтового покрытия 21 дороги. Деньги на это выделены из областного бюджета. Всего 643 миллиона. У нас один объект, уже можно объявить, что там будут в мае начаты работы. Про остальные пока без комментариев. Значит, это у нас улица Интернациональная, улица Ленина, Створе, Драмтеатр, Площадь Победы и Соборная площадь. В масштабном ремонте планируется использовать новую технологию – уложить самозалечивающийся асфальт или, проще говоря, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Высокое содержание в смеси битума обеспечивает заполнение им появляющихся микротрещин. Такое покрытие имеет повышенную шероховатость и высокую стойкость к истиранию шипованными шинами. Что касается аварийно-восстановительного ремонта, то тут никаких новшеств пока не предусмотрено. Технология аварийно-восстановительного ремонта осталась прежней. Рабочие снимают разбитый слой и закладывают новый асфальт. По словам специалистов, продержится он долго. В качестве гарантии нам предложили встретиться уже этой осенью и проверить лично. Ксения Тойчкина и Сергей Гаврилов, Антенна 7.